Доброе утро! На 12-м канале Час новостей в студии Анна Кокорина и главное к выпуске. Сотни полицейских и волонтеров и еще двух школьниц в Старом Кировске пропали 10-летние девочки. Тотальное обновление. После череды трагедий, связанных со взрывом бытового газа, в регионе раскупают лицензионные баллоны. На ноги поставят космические технологии. Ребенок вообще не держал голову, не сидел, не ползал. Руки вообще у него были в хаотичном движении. Детей с нарушениями нервной системы в Омске лечат антигравитационной гимнастикой. Вернут первозданный вид. Прямо эпическое сооружение, вот такая высота. Старинную церковь святой великомученицы Екатерины в Тарском районе готовят к реставрации. И Омск глазами детей. Город Омск, он всем нам рад, расцветает город царь. Юные художники в мультфильме рассказали о родном городе. Омский полицейский разыскивает двух десятилетних девочек. Нинелли Тюк и Кристина Глушакова не вернулись домой вчера вечером. Последний раз школьниц видели в районе детской поликлиники номер 4 в Старом Кировске. Там девочки катались с горки после уроков, но домой так и не пришли. Сейчас сотрудники полиции продолжают поиски. Они проверяют торговые павильоны, здания, подъезды домов и чердаки. Всем водителям такси переданы ориентировки. Добровольцы с утра также ведут поисковую операцию. Если вы хотите помочь им и готовы присоединиться к отряду, звоните по телефону 8 950 795 84 98. Известно, что раньше девочки из дома не уходили, их семьи благополучные. На учете в органах полиции не состояли. На вид школьницы невысокого роста, худощавого телосложения, Нинель была одета в синюю куртку и белую шапку с помпоном. На девочке ярко-розовый шарф. Ее подруга Кристина в куртке с ромбами голубого цвета и красной шапке с бантами и стразами. Если вам известна какая-либо информация о местонахождении детей, позвоните в полицию. Телефон 02. Сотрудниками полиции продолжаются поиски двух 10-летних девочек Нинели Тюк и Кристины Глушковой, не вернувшихся домой вечером 12 февраля. На розыск несовершеннолетних ориентирован весь личный состав УМВД России по городу Омску. Задействованы мобильные экипажи, привлечены волонтеры, водители такси, сотрудники частных охранных предприятий. Всего в поисках принимает участие более 120 человек. Более 2,5 тысяч лицензированных газовых баллонов приобрели жители региона за последние два месяца. Таков результат массовой информационной работы с населением после череды трагедий с бытовым газом. Об этом главе региона доложил руководитель Минстроя Владимир Стрельцов на аппаратном совещании. В настоящее время прорабатывается вопрос о закупке еще одной партии новых баллонов для замены устаревших. Между тем, первый заместитель председателя регионального Кабмина Валерий Бойко поручил выяснить, какова в целом потребность в обновлении баллонов и цена вопроса, а также доработать план действий по обеспечению населения жиженным газом. Через две недели кабинет министров вернется к рассмотрению этого вопроса. К тому времени станут известны итоги тотальной проверки заправочных пунктов. Встать на ноги поможет космический костюм. В детской больнице номер 4 ДЦП лечат с помощью пневмокомбинезонов. Благодаря такой спецодежде малыши с нарушениями нервной системы учатся не только сидеть и ходить, но и говорить. Ведь при поражениях мозговой подкорки речь, как и координация, становится нестабильной. Екатерина Булучевская встретилась с пациентами и узнала, как с помощью антигравитационной гимнастики из специального костюма лечат маленьких омячей. Каждый шаг дается ему непросто. У 7-летнего Данила сложная гиперкинетическая форма ДЦП. С первого года жизни мальчик практически не может контролировать свои движения. Когда поставили диагноз, ребенок вообще не держал голову, не сидел, не ползал. Руки вообще у него были в хаотичном движении. Все это вот у него как-то... Ну, ходуном руки, ноги ходили. То есть это были движения, они не целенаправленные, не целесообразные. Не только координация у ребенка нарушена и речь. Мысли Данила, говорит его мама, уже научилась читать по эмоциям. Кстати, последнее время сын все чаще улыбается. Особенно на лечебной физкультуре. Здесь руки и ноги ребенка разминаются, будто в космическом костюме. Он разработан по принципу спецодежды, которая используется для реабилитации после нахождения в невесомости. Такие костюмы изнутри наполняются воздухом, плотно обволакивая тело малыша. Получается эффект мягкого корсета. Ребенок, который в буквальном смысле не мог пошевелить ни рукой, ни ногой, в таком комбинезоне может и сидеть, и стоять, и даже выполнять сложные упражнения. А за счет сокращения мышц в мозг поступают импульсы, которые позволяют восстанавливать речь. При этом костюм подходит и для лежачих пациентов. Часто с его помощью лечат новорожденных. Этот вид помощи имеет возможность в настоящее время получить все наши маленькие мячи практически с шестимесячного возраста. Данная реабилитация оказывается на базе педиатрического отделения городского клинического перинатального центра. Там имеются костюмы «Атланты», в котором можно поместить ребеночка с заболеванием центральной нервной системы, с патологией опорно-двигательного аппарата. В том числе с января 2018 года мамы имеют возможность получать круглосуточную медицинскую реабилитацию в Чернолучье. При этом и в районах, и в Омске лечение бесплатное, но не быстрое. Путь к выздоровлению малыши преодолевают маленькими шагами. В год необходимо проходить минимум четыре курса. Екатерина Малучевская, Дмитрий Алдыгепченко, 12 канал. А сейчас возвращаемся к первой теме выпуска. Полицейским удалось получить фотографию с камер видеонаблюдения одного из магазинов. Торговая точка находится в том же районе, где пропали дети. В павильон школьницы заходили вчера. По этому снимку можно понять, как сейчас выглядят девочки и во что они одеты. Есть информация, что поздно вечером, примерно в 23 часа, детей видели в маршрутке. Школьницы ехали по льготным картам, представились с сестрами и вышли на остановке «Хлебзавод» в Нефтяниках. Другой очевидец рассказала, что встретила детей сегодня утром также в Нефтяниках. Они зашли в «Газель» под номером 335 на остановке Лицкевича, примерно в 7.30, а вышли у технического университета. Сейчас эти данные проверяются. Напоминаю, если вам что-то известно о пропавших детях, позвоните в полицию. Телефон 02. Более 1 миллиарда рублей поступит в регион на развитие городской среды в течение трех лет. Соответствующие соглашения накануне подписали правительство Омской области и федеральный Минстрой. Уже в этом году на благоустройство дворов, городских площадей, парков и скверов из федеральной казны направят 370 миллионов рублей. При этом особое внимание уделят малым городам, в которых численность населения не превышает 250 тысяч человек. Примерно столько же денег поступит регион в 2019 и 2020 годах. Главное условие – наличие утвержденной областной программы благоустройства территории на ближайшие 5 лет и достаточный объем софинансирования. Возведенную еще при царской власти и чудом уцелевшую после революции церковь святой великомученицы Екатерины восстановят. Старинный храм, расположенный на севере области, готовят к капитальному ремонту. За полтора века здание сильно обветшало. Прежде чем приступить к работам, нужно понять, как выглядела церковь. Сейчас изначальный облик практически утерян. Какие детали выдают в скромном домике – древнейший в Сибири деревянный храм. И когда церковь отреставрируют, узнала Елена Смирнова. Прямо эпическое сооружение, вот такая высота. Эпичность и почтенный возраст этого деревянного храма Краевед Игорь Коновалов отмечает с порога, что не деталь, то буквально печать времени. К примеру, квадратные гайки делали еще в дореволюционной России. С тех же времен кованая фурнитура, причем вся ручной работы. Дверь родная, очевидно совершенно. То есть все кованая, настоящая ручка кованая. Вот, посмотрите, засов настоящий кованый. Древнейший деревянный храм Сибири возвели еще в 1860-х годах при императоре Александре II. Деньги на строительство пожертвовал тарский купец. С тех пор и по сей день церковь неизменно носит имя святой великомученицы Екатерины. А вот свой прежний облик храм практически потерял. Так зимнюю часть разобрали и перенесли, а позже перестроили под парикмахерскую. Летний же храм претерпел несколько реконструкций. В советские годы здесь был клуб. Сейчас здание требует основательного ремонта. Фундамент врушает и разрушается. Вместе с храмом должны строиться судьбы человеческие, души человеческие. Если это вместе совмещая, как вот раньше строили же храмы, они строили не потому, чтобы покрасоваться, а была необходимость в этом. То есть духовная реальная необходимость в этом храме. Вот и сегодня, если Богу угодно, если люди есть такие, которые начинают понимать и поймут, что этот храм нужен, то я думаю, что и возрождение этого храма будет. Но для начала нужно точно узнать, как именно выглядел храм. Сейчас он фактически обезглавлен. Отсутствуют купола. Есть также версия, что когда-то конструкция церкви включала в себя и цветовой барабан. Это основа купола. Неизвестно точно и сколько было колоколов. Все, что помнят, торожил и звон. Его слышали далеко за пределами села. А вот все инженерные тонкости еще предстоит выяснить. До сих пор не изучены архивные источники. Непонятно, сохранились ли они, удастся ли нам найти какие-то исторические чертежи, какие-то архивные документы. Есть описания, но они, скажем так, не инженерные. Из них трудно понять конструктивное решение. Мы пытались сейчас по натурным данным выявить первоначальное конструктивное решение храма. Если же тщательные осмотры здания и штудирование архивных бумаг ничего не прояснят, то храм будут восстанавливать по аналогии, ориентируясь на то, как устроены другие церкви, возведенные в тот же период. И, возможно, обновленный храм станет местом притяжения тысяч паломников. И не только из Омской области. Елена Смирнова, Анастасия Копейкина, Александр Харченко, 12 канал. Амич будет комментировать Олимпиаду в Корее. Правда, на итальянском языке и для Швейцарии. Тауф Хамитов родился в Омске, здесь же начинал спортивную карьеру. Но в 93-м году переехал в Европу. Он мастер спорта международного класса, чемпион мира по лыжероллерам. В Швейцарии мужчина основал компанию, которая выпускает лыжегоночный инвентарь. Сегодня это всемирно известный бренд. Добавлю также, что уже вторую зимнюю Олимпиаду подряд Хамитов ведет трансляцию лыжных гонок. Юные Амичи сняли анимационный фильм о родном городе. Восьмиминутный ролик «Наш город» создан на основе детских рисунков. К видеоряду приложили руку воспитанники из-за студии, одной из гимназий, а также художники из других кружков. В кадре, помимо сцены из обычной жизни горожан, появляются достопримечательности вроде арены Омск, музыкального театра и Омской крепости. А за кадром воспитатели детского сада номер 100 и их подопечные рассказывают об истории города и утверждают, что в Омске найдется место представителю любой национальности. Мы друг другу рассказали, где бывали, что узнали. Город Омск, он всем нам рад, расцветает город-сад. Мы копаем, сыпнем, роем. Город наш любимый строим. Авторы поясняют, что детский мультфильм со взрослым взглядом на жизнь должен воспитать в зрителях любовь к малой родине, патриотизм и великий талант дружить. Анимационную работу будут показывать в детских садах во время занятий по краеведению. И последнее. Первым в космический объектив попал Омск. Новый российский спутник Земли Канопус-В начал работу на орбите и запечатлел из космоса наш аэропорт. Об этом на официальном сайте сообщил Роскосмос. На кадре отчетливо видна взлетно-посадочная полоса, здание аэровокзала, парковка, а также часть жилых микрорайонов. Космический аппарат запущен 1 февраля. В настоящее время искусственный спутник проходит летные испытания. Все системы работают в штатном режиме. Главная задача Канопус-В отслеживать возникновение техногенных и природных чрезвычайных ситуаций. Лесных пожаров, крупных выбросов в природную среду. Кроме того, по снимкам нового спутника будут обновляться карты. После короткой рекламы подробный прогноз погоды. Ну а все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках и на Ютубе. Найти их можно и на сайте 12канал.ру. Там же мы выкладываем полные выпуски программы «Час новостей». Оставайтесь с нами. Омск Сайдинг Инвест Новое производство Пластиковые окна По здоровью есть вопросы 48 38 38 Ходила раньше Мария Из Красного Яра за тысячу верст За ценами выгодными А теперь выгодные цены прямо возле дома В низкоцене, что и склад, и магазин Здесь молочная смесь «Малютка» 3 или 4 600 граммов Всего 360 рублей Вот это цены Сэкономила Мария И новый смартфон себе купила Только в феврале Столешница из натурального камня всего за 3900 Режьте на ней, ставьте горячее, она не подведет Интерьер камень 590-594 Котлы, водонагреватели, печи, запчасти к ним По согревающим ценам в магазине «Тепловоз» У старого аэропорта На Транссибирской 6, корпус 2 Мейджор Экспресс Движение вперед Внимание к деталям И о погоде Сегодня 13 февраля по области Ивомске Переменная облачность Преимущественно без осадков В районах столбики термометров Опустятся до минус 13 В Омске днем минус 15 Ветер восточный 6 метров в секунду Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба Таковы все новости к этому часу Далее на 12 канале программа Владимира Казанина Управдом Я с вами не прощаюсь Увидимся в 14 часов Хорошего дня Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова